Рада приветствовать вас, дорогие мои, на моем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вот таких вот кексов. Видите, какая красота! Готовятся они очень-очень просто, а результат превосходит просто все ожидания. Получаются очень ароматные, нежные, пышные. Видите, вот такого вот размера кексики. Так что, идемте готовить! Для приготовления кексов нам потребуются следующие продукты. Сливочное масло безлактозное у меня 200 граммов. Пшеничная мука 490 граммов. Сметана у меня тоже безлактозная 250 грамм. Чайная ложка соды. Сок одного лимона и цедра. Я уже сюда ее потерла и выдавила сок. Сахарный песок 1 стакан. Здесь у меня 160 граммов в стакане сахара. 3 яйца и изюм. Или орешки, шоколад, что вы любите. Я сегодня взяла изюм. Вот уже залила его кипятком. И пока я буду заниматься приготовлением теста, изюм настоится. В миску помещаем яйца и добавляем сюда сахар. Теперь взбиваем все миксером в пышную густую массу. Вот видите, смесь должна немножко увеличиться в объеме и побелеть. Итак, вот масло растапливаем в микроволновке и вливаем сюда. Там что кусочки остались, это ничего страшного. Главное масло не перегреть. Кусочки размягчили с масла, так что все в порядке. И теперь немножечко еще раз взобьем миксер. Добавляем сюда сметану. Как я уже сказала, сметана у меня безлактозная, потому что у нас деткам нельзя лактозу. Я сейчас покажу, какая у меня сметана, чтобы вы убедились в том, что... Вот видите, такая вот фирма на здоровье. 15% жирности. Вот она, безлактозная сметана. И опять все перебьем в миксер. Добавляем соду. Я вот прям вот так вот соду сюда в лимонный сок вместе с цедрой. И выливаем вот сюда. Чик. Все. И опять теперь немножко взобьем. Отлично. Сюда будем сейчас добавлять изюм. Вот видите, он у меня размягчился. И плюс еще в том, что когда мы заливаем кипяток, вот та жидкость, которую пропитывает изюм, знаете, он такой блестящий, красивый, лежит, долго не портится, это его обрабатывают специальными жидкостями. Вот видите, и вот эта вот водичка, когда мы заливаем, она вот становится даже такой вот как жирновастенькой. Вот это вот эта вся гадость, она уходит в воду. Вот именно когда мы заливаем кипятком. Вообще в идеале его еще лучше проварить и слить. Тогда будут вообще вареные бубки в кексах. Проваривать не буду. Залить водичкой, хорошенечко его промыть. И только уже потом добавлять в тесто. Так вот изюмчик я промыла. Кладу его сюда, в нашу мисочку. Так, изюмчик. Теперь сюда пшеничную муку. Я все сразу высыпаю. Она у меня взвешенная. Все, все четко, все хорошо. Так, и теперь на маленьких оборотах начну замешивать тесто. Потом буду смотреть, может быть, обороты увеличу. Но сам факт, что тесто наше уже практически готово. Вот такая вот красота получается. Сейчас я возьму лопаточку. Вот так вот. Теперь вот так вот лопаточкой собираем его по мисочке. Вот и все, тесто наше готово. Посмотрите, какое оно. Смотрите, как оно блестит. Восхитительно. Такое красивое-красивое тесто. Приготовление, если в правильном, хорошем таком состоянии. Смотрите, вы мешаете, смотрите на это тесто и просто наполняетесь благодарностью, миром, спокойствием. Уже так вот визуализируете, как семья кушает эти кексы ваши, приготовлены с любовью, заботой. И как они сами наполняются через эти кексики, благодарностью к вам, наполняются вашей любовью, заботой и благодатью. Берем форму, в которой мы будем выпекать наши кексики. Я вот в каждую формочку еще, видите, такая вот металлическая, очень удобно в ней выпекать. Вы берете ту, которая у вас есть. И вот в каждую ямочку, луночку для кексов я положила вот такие вот мимимишные такие девчатчие розовые в горошек формочки. Такие классные-классные. И заполняем теперь каждую формочку нашим тестом. Заполняем чуть больше половины формочки. Помогаем себе пальчиком. Старайтесь держать позитивную волну. Вот просто представляете, как ваш ребеночек, или, допустим, тот, кого вы будете угощать этими кексами, как они будут кушать. И вот мысленно уже представляете, что эти кексы, они просто светятся вашей заботой, вашей любовью, прям вот излучают такой мир и гармонию. И тогда все получится. Тогда то, что вы посеете, вернется вам старицей. Видите, все. И теперь отправляем наши кексики в духовочку, разогретую до 180 градусов. Минут на 30, через 30 минут проверим их на готовность. Если что, то будем доготавливать в духовке, потому что духовки у всех разные. Вот достала уже готовые кексики из духовки, выпекались они у меня 40 минут. Видите, немножечко подрумянились. В принципе, и так видно, что они готовы. Ну, еще вот шпажечка вам покажу, чтобы не было никаких вопросов. Горячие. Благодарю вас за внимание, что посмотрели мое видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Жмите на колокольчик, дабы не пропустить новые рецепты. А сейчас я, конечно же, хочу попробовать, какие получились кексики, какие они на вкус. Хочу показать вам, какие они внутри. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 21 штучка вот таких вот красавчиков. Видите? Смотрите. Красота просто. Сейчас я его разломаю. Посмотрите, какой он внутри получается. Смотрите. Ну, это же просто, да? Восторг. Супер. И, конечно же, я попробую. Вот. Восхитительно. Очень вкусные. В меру сладкие. Как раз такая приятная лимонная нотка. В общем, рекомендую. Такие кексики можно давать в качестве перекуса деткам в школу. Просто угощать всех родных, близких, знакомых. К чайку, кофейку просто. Рекомендуем. Приготовьте, вы не пожалеете. Все. Всего вам хорошего. Хорошего вам настроения. Вкусненьких вам кексиков. До новых встреч на моем канале. Пока. Пока.